И всем привет, ребята! Вы на канале GameOver, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу, по бескрайней вселенной. Ребятки, сегодня в серии мы рассмотрим интересную систему под названием TRAPPIST-1. Как утверждают ученые, возможно... Я не знаю даже, блин... Будем верить утверждениям ученых, там якобы, возможно, жизнь. Давайте, короче, сразу отправимся в эту систему TRAPPIST-1, я уже вел ее. Находится она от нас очень-очень даже далеко, я бы сказал, где-то в 39, наверное, давайте посмотрим. Да, в 39 световых годах от Земли. Так, ну что ж, давайте отправимся в полет. Я не знаю, давайте, может, вручную отправимся в полет, да? Я пока вам немножечко расскажу о ней, что смогу. Так, давайте ускоримся, сейчас я скорость настрою, чтобы нам долго не зависать. Так, подожди, TRAPPIST. Да, поехали. Такс, 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 такс. Сейчас, погоди. Пошло движение, пошло движение. Нет, это слишком быстро. Давай вот так чуть-чуть, чуть-чуть еще замедлим. Вот так, отлично. Ну, как говорят ученые, что TRAPPIST-1 это звезда, которая является красным карликом спектрального класса М8. Трапеста, если сравнивать с размерами нашего Солнца, нет. Оно намного меньше. Ну, где-то приблизительно, наверное, с Юпитера, я думаю. Чуть больше даже Юпитера. Да, ну, видишь, диаметр 168 359 километров. И вокруг этой звезды якобы находятся 7 планет. Тоже небольшого размера. И, наверное, я думаю, сейчас мы посмотрим и увидим. В обитаемой зоне должны быть планеты. Ну, как говорят, вообще есть как бы обитаемая зона вокруг звезды. Находится звезда в созвездии Водолея. Давайте немножко чуть еще ускоримся. Как бы не пролететь. Не должен. Так, подожди. Немножко отклонился. Я уже близко. Да, ребятки, не забываем ставить сразу лайк. И обязательно подписаться на канал, ребята. В комментариях пишите, какие видео вы хотите еще видеть. Именно конкретно по этой игре. Вас что-то интересует? Какая-то звездная система? Либо еще что-то? Пишите, не стесняйтесь. Я всегда буду рад. Пообщаться с вами. И показать вам то, что вы хотите. Так, я уже устал, честно говоря. Я уже устал. Лететь к ней. Давайте, короче говоря, вот так вот просто возьмем и перетим. Ну его нафиг. Не будем. Ух, 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 ух. Не будем долго мять сиськи, я хотел сказать, да. Красный карлик. Ну и температура какая? 2516 кельвинов. Это приблизительно где-то 2600-2700 по Цельсию. Да, немного. Если бы эта звезда могла принимать радиосигналы из Земли, то, наверное, то, что я сейчас вам рассказываю, это дошло бы до этой звезды где-то лет через 50-60. Приблизительно. А как открывают планеты? Как открыли вообще планеты ученые, экзопланеты на этой звезде с помощью транзита, транзита планет? Кто не знает, забейте в гугле, погуглите. Так, ну давайте, ладно, давайте. Нам нужна информация, правильно? Нам нужна информация. Планетарная система. Трапест B, трапест 1C, трапест D, трапест E, F, G. Так, ну давайте посмотрим, наверное, я не знаю, как-нибудь. Вот так вот орбиты, да, можно посмотреть. Орбиты планет. Примерно прикинуть. Вообще, подожди. Вообще, я смотрел, что планета, которая, возможно, может находиться в обитаемой зоне, это Трапест E. Но здесь почему-то... Почему-то мне кажется, что это не обитаемая зона. Давай Трапест D посмотрим. Нет. Трапест F. Вообще, как бы, расположено от Трапеста C до Трапеста F. Это как бы обитаемая зона. Если сравнивать с нашей солнечной системой, то... Я скажу так. Вот это находилось... Вот это была бы Венера. Вот это была бы Земля. А вот это был бы Марс. Вообще, по идее, обитаемая зона должна быть вот именно здесь. Но... Я не знаю. Так, ну и давай рассмотрим планеты. Что здесь за планеты? Теплые мини-Нептуна. Газовые, да. Типа газовых планет. Давайте перелетим к объекту, посмотрим. Так, орбиты я, наверное, пока выключу. Мини-Нептун. Ну и что у тебя здесь есть? А это Трапест C? Подожди. Да, это Трапест C. И смотри, как он рядом находится... К другой планете, да? Ну, блин, я вижу какие-то... То ли это... Какие-то воздушные массы, или что это? Вот смотри, да? Вот это вот тоже. Какие-то отражения. Какое-то вот здесь отражение от чего-то. Непонятно. Вот эти белые пятна. Они меня... Они меня... Вводят в заблуждение. Больше похоже на Венеру. Больше похоже на Венеру. Так, ладно. Давай перелетим к Трапесту Д. Ох. Прохладная озерная аквария. Блин. Сколько здесь температуры? Атмосферное давление здесь, конечно, колоссальное. Температура минус 40 градусов. Да, это открытие. Да, в 2016 году. Все эти... Экзо-экзо-трапесты планетки были открыты. Диаметр 9 тысяч километров. Не знаю. Я, конечно... Веря ученым, я... Блин, надеялся, что здесь я увижу... Блин. Планету с жизнью. Но... Блин. Подожди, а вот что меня интересует? Это что? Это такие завихрения? Это облака? Или что это? Подожди, или это такая поверхность? Нет, это не может быть поверхностью. Это, наверное, скорее всего облака. Знаешь, как на Юпитере. Давай попробуем... Пролететь. Ну, наверное, в слои атмосферы я, наверное... Хотя фиг его знает. Да, наверное, нет. Меня туда не пустят. Я сейчас только провалюсь в... Блин. Нет, смотри-ка. Здорово, слушай. Нет, поверхность-то есть у планеты. Здорово. Здорово. Блин. Атмосфера, да, здесь плотная. Это знаешь, как, блин... Мини-слой Венеры. Мини-слой... Ну, такой атмосферы. Мини-е... Часть какая-то. Прохладная озерная аквария. Ну, и почему это названо акварией, я не пойму. Здесь же, по идее, должна быть вода. Но здесь ее нет. Здесь СО2, Н2 и больше ничего. Непонятно. Блин, вот у меня вот эти прогрузки прям... Я отвечаю, они меня прям немножко иногда раздражают. Так. Что это? Объясни мне, что это. Не, ну почву я, конечно, здесь смогу рассмотреть. Это какие-то силикаты или что это, блин? Опять не пойму. Знаешь, больше похоже на разлитое моторное масло. Или это сера? Не пойму. Ну, это да. Вот это, скорее всего, это замерзший углекислый газ. Это как полярные шапки на Марсе. То же самое. Так все переливается красиво. Ладно, давай... Трапест Е рассмотрим. Я не знаю, стоит ли рассматривать трапест Б. Там, блин, это... А, погоди, мы же были на нем, да? А, да, мы были на нем. Мы были, да, извиняюсь. Сори. Трапест Е. Так, орбиты. Мне хочется знать орбиты. Это у нас четвертая планета от этой звезды. По идее, это должен быть Марс. Так. Атмосферное давление очень низкое. Солнечные сутки бесконечны. Классно. Планета вообще всегда повернута одной стороной к своей звезде. Она просто даже не знает, что такое, блин, поворот. Так, погоди. Ну, здесь, да, здесь атмосферы вообще нет, я тебе скажу так. Абсолютно. Блин, хотелось увидеть что-то здесь, блин, намного интереснее. Намного интереснее. Так, ладно, давай. Трапест Ф. Прохладная пустынная аквария. Состав СО2, Н2, СО. Температура минус почти 100 градусов. Прикинь. Открытие в 2017-м. Не так уж и давно, я тебе скажу. Ну, я... Погоди, я... Да, там есть облака. Там есть какие-никакие, а есть облака, слушай. Здорово. Ну да, попробуем опуститься, я не знаю. Давай опустимся на поверхность. Больше напоминает Марс. На горизонте горы. Здорово. Так, ладно, давайте поехали. Трапест Джи. Холодная пустынная аквария. Загляденье. Просто загляденье. Был бы у меня свой космический корабль, я бы обязательно посетил эту планетарную систему. Азот, СО2, С2, С4, С2, С6. Мне интересно знать, что такое С2, С4. Это... Что за состав? Какой-то, наверное, я так думаю, газ. Что-то в этом роде, да? Да, какой-то газ, я думаю. Блин, непонятно. Так, ну, давай. Да, наверное, поэтому планета выглядит такой, как бы, видишь, фиолетовый. Это, наверное, какие-то газы или что это? Непонятно, блин. Такой синеватый оттенок, да? Голубоватый. Голубовато-синеватый оттенок, я бы даже сказал. А, углекислый газ опять в застывшей форме здесь, просто в виде вот такого белого снега. Льда, не знаю, блин. Так, знаешь, я хочу посмотреть, как здесь смотрится ночь. На поверхности. Сейчас я ускорю. Давайте ускорим время. Где у нас звезда? Да ладно. Да ладно. Здесь ничего не меняется. Ты тоже все время одной стороной повернуто. Замечательно, классно. Так, ладно, давайте трапест-Аш, последняя холодная пустынная аквария. Вот здесь вот покрасивее, кстати, я тебе скажу. Азот, углекислый газ, состав. Это озеро? Подожди, это же какое-то озеро, нет? Что это? Или это, блин... Или это такие пески, что это? Не пойму. Ох, какая красота, смотри. Замерзший углекислый газ, блин, наделал такие красивые узоры на планете, здорово. Блин, я забыл посмотреть по возрасту звезды. Какой возраст звезды. Мне кажется, это какая-то жидкость или что это? Или это туман такой? Нет, это... А, понятно. Это просто такая поверхность, она еще не успела прорисоваться у меня. Все ясно, блин. Понятно. Я думал, это типа какой-то замерзший, не знаю, там... Жидкий азот или... Блин. А почему, блин, такая поверхность такая, как бы, оранжевая? Давай поближе. Давай, вот так, на самое... Прямо на самую поверхность ее опустимся. Так. И что у нас здесь? Красота. Я практически стою на ней, да. Я прям вот стою, я готов взять вон тот камушек в руки. Блин, под музыкальное оформление этой игры смотрится вообще просто комфортабельно, классно. Ну, еще присутствует какая-то дымка, да, на этой планете. Пустота и ничего. Только пустота. Бескрайняя пустота, тишина. Можно где-нибудь сесть вон там на вершине горы и сидеть вечно, знаешь, рассуждать, думать о чем-то прям вот. Наводит на это мысль, блин. Просто сидеть здесь и думать. Смотреть на эту бескрайнюю тишину. И представлять, что мы не одиноки во вселенной, блин. А дальше только бескрайний космос. И больше ничего. Слушай, тут парад планет, нет? Мне кажется, что да. Ладно, ребятки, всем, кому понравилось, ставьте лайк, ребята. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.